Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. В сегодняшнем видео я хочу посвятить вопросу, как читать этикетку на косметических средствах. Первое, что я хотела бы рассказать, это то, какие типы ингредиентов вообще бывают. Чаще всего, конечно же, на первом месте у нас будет в средствах вода, если только это не безводная текстура. Далее у нас могут быть базовые ингредиенты, это какие-то масла, всякие жироподобные вещества, эмаленты, это могут быть эмульгаторы, загустители. Персоактивные вещества в очищающих средствах обязательно присутствуют, и они же могут, например, выполнять роль растворителя и эмульгатора в средствах, не предназначенных для очищения коры. Также есть активы. Активы – это ингредиенты, которые направлены на решение какой-либо проблемы. Это могут быть отшелушивающие компоненты, например, АХ, БХ, ПХ-кислоты. Это могут быть, например, пептиды, какие-то противоуспалительные ингредиенты, азолаиновая кислота, миндальная кислота, например, антибактериальные какие-то вещества, если это уже не косметика, например, а медицинское изделие лечебного характера. Также могут быть антиоксиданты в составе, витамины, антиполютанты, то есть очень много всяких веществ, которые помогают коже выглядеть лучше или решают какую-то определенную проблему. Они могут быть относительно стабильные, могут быть нестабильные, например, кислая форма, витамины С. От стабильности ингредиентов зачастую зависит, например, срок годности этого средства после открытия или общей его срок годности. Текстура тоже может отличаться. Какие-то ингредиенты лучше выживают в безводных текстурах, какие-то требуют двухфазной текстуры, как, например, у нас матирующий тоник с осадком, который надо взбалтывать. Эта текстура называется суспензия. Есть различные препараты, которые нужно смешивать перед употреблением, и то есть это тоже имеет право на существование. Также есть различные активы-стимуляторы, то есть самые основные – это ретинол и пептиды, конечно же. И, соответственно, много очень растительного сырья используется в косметологии. Многие растительные компоненты полусинтетические или полностью из растительного сырья, например, биофлавоноиды могут быть полусинтетические, могут быть полностью из растительного сырья. Они чаще всего выполняют роль успокаивающих ингредиентов, как центелла азиатская, например. Могут быть сосудоукрепляющими, то есть все известные вазопротекторы, конский каштан, листья красного винограда – это все растительные компоненты, которые укрепляют сосуды. И в косметическом средстве, естественно, будет базовая часть компонентов, водная и жировая, или там только водная, или, допустим, только жировая, если это безводная текстура, и активы. Естественно, базовых компонентов и воды, например, будет значительно больше, чем активных компонентов, потому что концентраты активных веществ, они работают в достаточно небольшой концентрации зачастую, поэтому, например, какой-нибудь пептид в концентрации 1% будет считаться, или, например, витамин С, стабильная форма, аскорбилоглюкозид в концентрации 1% будет считаться высокой концентрацией ингредиента. Зачастую бывает, что нечистые на руки маркетологи немножечко лукавят, когда пишут на этикетке описание и пишут, например, 100% гиалуроновая кислота. На самом деле, конечно, это манипуляция, потому что 100% гиалуроновая кислота – это белый порошок, который, в общем-то, никак мы на кожу не нанесем, ничего он там не увлажнит. Возможно, что в средстве используется раствор 100% гиалуроновой кислоты, и его там будет добавлен, например, на целых 0,1%. Теперь про проценты. По закону, по законодательству состав указывается, как правило, по инке или его аналогичное написание на языке, соответствующей страны, где это средство продается, например, в России, на русском, можно писать состав. Но сами ингредиенты указываются в порядке убывания. Сразу скажу, что когда вы видите описание на, например, каких-нибудь маркетплейсах, то там сами маркетплейсы тасуют эти ингредиенты, ну, если можно так выразиться, от балды зачастую. Это никак не зависит от производителя, который поставляет туда свою продукцию, поэтому всегда ориентируйтесь на написание состава на этикетке. То есть, если приложено фотоэтикетки, то, соответственно, там все будет верно. Потому что, например, на маркетплейсах мы можем увидеть у сложносоставного средства в составе 100% косметическая основа. И вот думай, гадай, что там в нем лежит. На самом деле на этикетке все подробно производителям будет описано, как требует законодательство. То есть сначала идут ингредиенты с более высокой концентрацией, потом она уменьшается, уменьшается, уменьшается. И то, что меньше 1%, как правило, уже можно в произвольном порядке писать. Но чаще всего производители пишут сначала консерванты, потом одушка. В общем, это самые низкоконцентрированные компоненты в составе любого косметического средства. Есть еще один важный нюанс. Для некоторых средств очень важен PH, то есть кислотность. И поэтому, если мы имеем дело с пилингом или с кислотным средством, желательно, чтобы на этикетке был прописан его PH. Потому что, например, некоторые кислоты могут быть довольно-таки агрессивными. И чем ниже PH, тем агрессивность больше выражена. Кроме того, другие какие-то компоненты, например, пептиды, плохо переносят низкий PH ниже 4. Ну, это к пептидам, миролаксантам больше все относится, конечно. И поэтому мы должны понимать, что средства с более низким PH мы не наносим поверх пептидного средства сразу, или не наносим непосредственно под него, чтобы оно не смешалось и не помешало пептидам работать. Это важно. Для аскорбиновой кислоты, то есть кислой формы, витамина С, тоже важен PH, потому что при кислом она будет работать, при, скажем так, PH высоком, даже больше 5, она уже не будет так работать, как положено. Соответственно, смотрим PH. Еще важно, конечно, читать этикетку, чтобы понимать, что ваше средство сочетается с другими вашими средствами. То, что я говорила как раз про пептиды и кислоты. Когда мы, например, имеем сильно действующие активы в составе, например, ретинол, мы не будем закрывать его чем-то. Или, наоборот, имея кислое средство, мы должны понимать, что оно должно успеть поработать какое-то время, хотя бы час, при своем свойственном и оптимальном PH, задуманном производителем, чтобы кислоты поработали. И только потом мы можем, например, такую сыворотку с кислотами закрыть увлажняющим кремом, к примеру, ночным. Вот это такие основные нюансы, которые я хотела сказать, собственно, как читать этикетку. И в заключение я хочу предупредить, что иногда, опять-таки, мы можем видеть, какие ингредиенты в составе на этикетке, но не будем понимать, насколько они главенствующую роль в этом средстве выполняют. Поэтому ориентируются, например, на всякие многочисленные таблицы из интернета, комедогенности, масел, например, или какой-то опасности ингредиентов, это тоже не всегда правильно. Это даже в некотором смысле немного манипулятивно со стороны тех сайтов, которые такие таблицы составляют, потому что все зависит от самой формулы, от сочетания ингредиентов, от концентрации ингредиента. То есть ингредиент в определенной концентрации может быть токсичным, а в разрешенной концентрации он будет убивать, например, как консерванты, патогенную микрофлору, и позволять средству работать нормально на протяжении всего срока годности. Также, соответственно, с натуральностью ингредиентов иногда немножечко лукавят производители, потому что можно сказать, что наше средство на почти 100%, там, или на 98% состоит из натуральных ингредиентов, при этом 97% из них будет вода. Да, в общем, не соврали. Смотрите на этикетки, смотрите, вычленяйте те ингредиенты, которые вам интересны, которые решают вашу проблему, например, сосудокрепляющие компоненты, пептиды, ниацинамид, антиоксиданты, ретинол. Там, допустим, у него тоже разные формы. Есть ретинол-пальметат, ретинол-цитат – это менее активные формы, а ретинол-ретинол-дегид – это активные формы. Интересуйтесь косметической химией, задавайте свои вопросы под видео, ставьте лайки, чтобы первыми узнать о выходе новых видео, ставьте колокольчик, и будем рады вашим комментариям, подписки на наш канал, и до новых встреч!